Спасибо большое, Светлана Анатольевна. Добрый день, глубоко уважаемые коллеги, добрый день всем зрителям. Тема моего сегодняшнего доклада – системная терапия сарком мягких тканей и реальная клиническая практика. Начать хотелось бы с основных проблем, с которыми мы сталкиваемся в лечении таких пациентов. Во-первых, это редкость заболевания, это всего лишь 1% всех злокачественных новообразований. В России он составляет 1,8 случаев на 100 тысяч населения. При этом при такой редкости данное заболевание является очень сильно гетерогенным и более 50 морфологических вариантов встречается. Также в качестве проблемы хотелось бы выделить наличие обязательно мультидисциплинарной команды в каждом референсном центре. То есть команда должна состоять обязательно из опытных хирургов, из химиотерапевтов, лучевых терапевтов и, конечно, из опытных патоморфологов, которые помогают нам в постановке именно правильного диагноза. Пятилетняя выживаемость составляет у локальных форм достаточно хороший показатель, 81%, однако у метастатических форм это, конечно, намного меньше пятилетней выживаемости, составляет 16%. Далее перейдем непосредственно к практической части. Оценим прогностические факторы, которые позволят нам также в принятии решения о назначении лекарственной терапии. К ним относятся стадии опухолевого процесса. Здесь, в принципе, все понятно. Чем выше стадия, тем, соответственно, хуже прогноз. Еще в 90-х годах исследователи изучали влияние размера опухоли на прогноз. И на слайде сверху вы можете наблюдать зависимость размера опухоли от выживаемости. Чем больше опухоль, тем, соответственно, хуже прогноз. Также степень дифференцировки сильно влияет на прогностический фактор. Чем выше, соответственно, степень дифференцировки, тем хуже прогноз. На данном слайде представлена зависимость размера опухоли на безрецидивную выживаемость. Чем больше опухоль, тем, соответственно, безрецидивная выживаемость меньше. В качестве удобства можно использовать различные прогностические шкалы. Так, например, Memorians Loan Kettering Cancer Center разработала специальные номограммы для определения 7-летней общей выживаемости. Они достаточно просты при помощи простых достаточно характеристик, таких как возраст, размер опухоли, степень дифференцировки. Пациент получает определенный балл, и, соответственно, они суммируются и экстраполируются на 7-летнюю общую выживаемость. В условиях технологического прогресса сейчас все это упрощено, и есть специальные калькуляторы, где нам нужно только ввести данные, и мы уже получим конкретный процент. Непосредственно к теме доклада сегодня мы разберем неодевантную химиотерапию, адевантную лекарственную терапию медстатических форм, разберем химиотерапию как основной метод лекарственной терапии, который себя уже давно зарекомендовал, таргетную терапию и место и роль иммунотерапии. Начнем с неодевантной химиотерапии. В первую очередь, какие цели? Это уменьшение опухолевой массы с целью возможности проведения органосохраняющих оперативных вмешательств. Особенно это, конечно, важно у молодых пациентов с саркомами конечностей, где, конечно, органосохраняющие оперативные вмешательства имеют большое значение. Также целью является эрадикация микрометастазов и определение чувствительности опухоли к химиотерапии. Уже на неодевантном этапе мы можем понять, как опухоль реагирует на наше лечение. Также хотелось бы добавить, что использование в качестве самостоятельного метода терапии в неодевантном режиме не рекомендовано. Здесь химиотерапия всегда рука об руку идет именно с лучевой терапией в различных вариациях. Это либо неодевантная химиотерапия с последующей одевантной лучевой, либо наоборот. Также в качестве дополнительной опции может быть проведение химиолучевой терапии. Разберем клинические исследования, которые привели к формированию таких рекомендаций. Для удобства в правом верхнем углу будет показан так называемый статус исследования, негативная его роль или позитивная. Исследование 2001 года второй фазы по применению неодевантной химиотерапии у пациентов в группе высокого риска. Здесь пациенты были поделены поровну на две группы. Это когорта, которая получала только локальное лечение, и группа, которая получала антрациклинсодержащий режим, доксорубицин и фосфамид. И, к сожалению, никакой разницы в общей выживаемости полученной не было, поэтому исследование в третью фазу не перешло. Более современное исследование 2020 года, опубликованное в АСКО, это финальные результаты рандомизированных исследований из саркомных групп различных стран. Здесь перед исследователями стоял вопрос о гистотип-специфической химиотерапии, о ее влиянии вообще на неодевантный режим. И здесь стандартный режим химиотерапии выиграл, конечно, по сравнению с гистотип-специфической терапией. Исследователи здесь пошли дальше и провели анализ в зависимости от предиктивной общей выживаемости. В верхней части слайда пациенты, у которых общая выживаемость более 60%, и, как вы можете заметить, здесь разницы между стандартной химиотерапией и гистотип-специфической практически никакой нет. В то же время у пациентов с низкой предиктивной общей выживаемостью здесь стандартная химиотерапия имеет значительные преимущества, что может нас натолкнуть на мысль о том, что вообще есть ли какое-то влияние и зависит ли роль вообще на неодевантной терапии, насколько она велика у пациентов именно хорошего прогноза. Далее мы поговорим об адиуантной химиотерапии. Целями адиуантной химиотерапии является увеличение времени до возникновения местного рецидива и отдаленных метастазов. Конечно, это эрадикация микрометастазов, улучшение отдаленных результатов лечения. И, конечно, этот режим более эффективен у пациентов с факторами высокого риска. Также разберем исследования, которые впоследствии легли в основу рекомендаций. Это классический всем известный так называемый итальянский трайл. В этой исследовании было включено 104 пациента опухоли high-grade и более 5 сантиметров. Также около 50% составило именно химиочувствительные подтипы. Это синвяльная саркома и липосаркома. Пятилетняя общая выживаемость была здесь значительно выше в группе адиуантной химиотерапии. Составила 72% против 47%. Однако 7-летняя выживаемость здесь потеряла свою статистическую значимость. Кривые пересеклись. И что самое интересное, общая частота рецидивов была абсолютно одинакова как в группе контроля, так и в когорте адиуантной химиотерапии. Поэтому исследование все-таки немножко противоречивым является. Далее разберем исследование ERTC. Это исследование достаточно большое. Здесь исследователи включали пациентов вне зависимости от степени дифференцировки, от размера, от его локализации, и разные гистологические формы были. И, к сожалению, здесь разницы между группой наблюдения и режимом химиотерапии никаких не было. Исследователи, конечно, провели подгрупповой анализ, и он также не показал никаких преимуществ в группе химиотерапии. Существует несколько метаанализов. Один из них включил в себя 18 рандомизированных исследований. Туда было включено более 2000 пациентов. И этот метаанализ показал, что использование антрациклинсодержащего режима показало значительные преимущества в общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования. Однако использование доксорубицина в монорежиме таких преимуществ не показало, что говорит о значительном вкладе и фосфамида именно в адювантный сеттинг. Что же все-таки влияет на выбор адювантной терапии? Что может склонить чашу весов именно в сторону назначения? Это пациенты, во-первых, в группе высокого риска рецидива. Это, конечно, опухоли достаточно большие, более 5 сантиметров. Это high-grade опухоли, также гистологический подтип. Это наибольшее преимущество здесь получают синвиальные саркомы или липосаркомы. И также более частые локальные рецидивы должны склонить вас все-таки в сторону адювантной терапии. Что вас может оттолкнуть? Это коморбидные факторы какие-то, то есть это сопутствующая патология, возраст пациента, также ЭКОК-статус на момент решения вопроса. Также мы должны подумать о побочных эффектах химиотерапии, так как она достаточно токсичная и агрессивная. Здесь у молодых пациентов это может быть стерильность, это кардиотоксичность, нефротоксичность. Ну и, конечно, в условиях COVID-19 тоже следует подумать о том, стоит ли проведение адювантной терапии вообще свеч, так сказать. Что касается режима адювантной терапии, во всех рекомендациях примерно одинаковый подход. Это именно стандартные антрациклинсодержащие режимы, доксорубицин и фосфамид. В качестве дополнительной опции могут быть использованы режимы доксорубицин-докорбозин, гемцитабин-дацитоксел. Доксорубицин в монорежиме и фосфамид в монорежиме все-таки, наверное, стоит немножко подумать, прежде чем их назначать, потому что их роль по данным исследований не совсем велика. Таким образом, роль адювантной химиотерапии все еще остается неясной и достаточно противоречивой. Абсолютно точно она не может быть использована в качестве рутинной практики для всех пациентов и не может быть применима ко всем гистологическим вариантам. Здесь вот именно гистотип-специфический подход, он, к сожалению, не оправдан. Системная терапия сарком мягких тканей. На данном слайде представлено вот такое большое количество гистологических форм и еще большее количество лекарственных средств, которые мы используем в лечении. Конечно, в терапии медстатических форм мы используем именно гистотип-специфический подход. Он здесь наиболее оправдан. Но этот слайд как таковой не несет большой такой специфической нагрузки. Он именно здесь для того, чтобы показать, с каким большим выбором мы все-таки сталкиваемся в настоящий момент. Чувствительность сарком мягких тканей к лекарственной терапии зависит от гистологического подтипа. Условно мы можем разделить их на антрациклин чувствительный и антрациклин резистентный. К антрациклин чувствительным саркомам мы относим липосаркому, лиомиосаркому, синвиальную саркому. Поэтому ангиосаркома, она хоть и является антрациклин чувствительной, но более чувствительна к токсановому ряду. Недифференцированные полиоморфные саркомы также являются антрациклин чувствительными. Антрациклин резистентных сарком их гораздо больше. Перечислять я их всех, конечно, сейчас не буду. Основные принципы первой линии терапии при химиочувствительных саркомах – это, конечно, использование стандартного антрациклинового содержащего режима. Комбинацию доксорбицин и фосфамид мы используем у пациентов, которые требуют более агрессивного лечения, когда мы ждем выраженного эффекта со стороны опухоли. Монотерапия может быть рекомендована пациентам возрастным достаточно, с наличием выраженной сопутствующей патологии. И как альтернатива может быть рассмотрен режим гемцитабиндацитоксел. Роль таргетной терапии у химиорезистентных сарком может применяться как VEGF-ингибиторы, такие как комбинированный сунетиниб, например, препарат. Используется он в солитарных фиброзных опухолях, в альвеолярных саркомах. В ПИКОМах могут быть использованы МТОР-ингибиторы, это такие препараты, как сиролимус. Также такие препараты, как ларотректиниб и энтректиниб, одобрены для абсолютно всех солидных опухолей с мутацией в гении НТРК. Однако частота этой мутации, к сожалению, очень маленькая. Ну и, конечно, мы рекомендуем участие в клинических исследованиях, если оно возможно. Роль иммунотерапии в саркомах мягких тканей. Одно из последних исследований, многоцентровое исследование второй фазы по применению пембролизумаба у пациентов именно с недифференцированными палеоморфными саркомами показало частоту объективного ответа в 23% и достаточно маленькую медиану общей выживаемости и выживаемости без прогрессирования. Однако у исследователей появилось expansion когортов, в которые добавили еще липосаркомы, и там тоже частота объективного ответа, к сожалению, очень низкая. Все-таки для иммунотерапии саркомы мягких тканей не подходят. Исследователи, конечно, в качестве выводов формулируют утверждение о поиске различных биомаркеров, чтобы установить группу пациентов, которые получат наибольшую выгоду от применения иммунотерапии. Существует также ряд последних исследований. Одно из них — это применение неволумаба, пелумаба и тербиктидина в первой линии саркомы мягких тканей. Здесь использовались различные подтипы саркомы мягких тканей. Исследование это еще не завершено, но уже показало достаточно высокий контроль над заболеванием в 90%, хорошую 6-месячную общую выживаемость, длительно еще нет-поинты не достигнуты. Но, конечно, такая терапия ассоциирована с достаточно высокой токсичностью. Здесь Грей-3 токсичность — очень большое число случаев. Также исследование второй фазы по применению нобулированного сиролимуса у метастатической и злокачественной пекомы. Здесь тоже неплохие результаты. Количество стабилизаций составляет 52%, частичный регресс и полный регресс — 39%, и всего 10% прогрессирования. То есть тоже перспективное неплохое исследование. Текущих исследований их, в принципе, не так чтобы много, но они есть. И это исследование направлено, по сути, на иммунотерапию. Все-таки исследователи пытаются найти какую-то точку приложения для разных локализаций именно в иммунотерапии. Ну и перейдем к клиническим случаям. Пациент 24 лет. В январе 2019 года у него появилось образование левого предплечья. Было выполнено широкое сечение с пластикой свободным лоскутом. В июне 2019 рецидив. Выполнялся неоднократный пересмотр гистологического материала различными лабораториями. И здесь у врачей-патоморфологов стоял такой дифференциальный диагноз между беспигментной меланомой и светлоклеточной саркомой. Эти два гистологических варианта крайне похожи друг на друга и требуют еще именно клинической части, чтобы провести дифференциальный диагноз. Все-таки врачи склонились в сторону меланомы и в июле 2019 пациенту было проведено одно введение неволумаба. И привело оно вот к такому эффекту гиперпрогрессирования. Буквально за два месяца такое образование выросло. И пациент уже обратился в институт онкологии. В августе 2019 ему была выполнена санитарная ампутация левой верхней конечности и эксцезионная биопсия подмышечного лимфатического узла. И по данным гистологического заключения в нашем институте все-таки наши коллеги склонились к недифференцированной эпистолиодно-клеточной саркоме мягких тканей. Также мы провели дополнительный анализ на дефицит репарации ДНК и ПДЛ статус. Они были отрицательны. Несмотря на то, что данный гистологический вариант является абсолютно нечувствительным к химиотерапии и в качестве рекомендации у него есть только один препарат азометастат, мы все-таки решили попробовать провести ему стандартную антрациклинсодержащую химиотерапию. Всего мы провели 6 циклов и на наше удивление эффектом терапии был полный регресс. И он сохраняется по настоящий момент времени. Вот визуально выглядит это так. До начала химиотерапии в культе есть рецидивы и на коже множественное образование. Сейчас все достаточно хорошо, пациент до сих пор наблюдается и скоро уже будет год, как и его динамического наблюдения. Однако для контраста мне хотелось бы представить также клинические случаи пациента с подобным диагнозом. В 2006 году у этого пациента было выполнено иссечение образования левой кисти. Далее были рецидивы и в июне 2019 года увеличены акселярные лимфатические узлы. Тоже похожая даже клиническая картина у этих двоих пациентов. Была выполнена трепан-биопсия образования. И по данным гистологического исследования установлен диагноз эпитролиодной клеточной саркомы мягких тканей. Грейт 3. По данным компьютерной томографии, КТ-картина поражения подключичных и подмышечных лимфатических узлов. Всего мы пациенту провели три цикла химиотерапии по схеме АИ. По данным МРТ эффект терапии прогрессирования процесса, к сожалению. Далее ему была выполнена межлопаточная грудинная ампутация слева. По данным гистологического исследования метастаза эпитролиодной саркомы в подмышечных и надключичных лимфатических узлах. То есть метастаз имеет достаточно точное морфологическое сходство с первичной опухолью. Пациенту была назначена таргетная терапия по запонибам. И, к сожалению, он сейчас потерян для дальнейшего наблюдения. В качестве вывода мне хотелось бы сказать, что мультидисциплинарная команда – это все-таки залог успешного лечения. И пусть мы иногда смотрим коллективно с небольшим страхом, может быть, даже на такие саркомы, не понимаем, что с ними делать. Но только вместе, обсуждая такие случаи, мы можем найти правильное решение для каждого пациента. Спасибо большое за внимание.